Доброе утро! Давайте перейдем к нашей теме. Общество без долгов. Как вы считаете, в обществе становится все больше и больше людей, которые набирают кредит и остаются в долгах? Да, действительно, к сожалению, эта проблема масштабная. По статистике у нас почти 6,3 миллиона казахстанцев имеют кредиты в банках. Порядка 1,2 миллиона наших соотечественников имеют кредиты в микрофинансовых организациях. И в целом на сегодня, я думаю, эта проблема касается каждого. То есть на сегодняшний день реалии такие, что, я думаю, кредит почти у каждого человека. Поэтому такая проблема есть. Она касается и сельского населения, и городских жителей. Проект в целом это масштабная такая большая, серьезная проблема. А как можно решить эту проблему? Как раз-таки в целях решения данной проблемы реализуется проект «Харсас Коган», в котором мы проводим обучение финансовой грамотности населения. На занятиях мы даем необходимые инструменты, показываем отличия банковских кредитов, различных продуктов, говорим о мошеннических схемах, как этого избежать и так далее. То есть даем людям информацию, которая позволяет стать немножко более финансово грамотным. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что финансовая грамотность должна преподаваться в школах как предмет? Хороший вопрос. Согласен. Более того, наш проект предусматривает обучение и студентов, и школьников. И в этом году по нашим планам, по амбициозным нашим планам, мы хотим обучить 750 тысяч человек, в том числе мы планируем обучить педагогов, которые в дальнейшем будут преподавать данный курс в вузах и в школах. То есть, да, в целях, вообще в планах охватить все категории граждан, начиная со студентов, заканчивая школьников. Для чего? Для того, чтобы сознание прививалось уже со школьной скамьи. То есть, делая анализ, да, проводя анализ, был выявлен такой факт, что среди закредитованных людей, к сожалению, очень много студентов. Это большая проблема, и студенты зачастую из-за низкой финансовой грамотности, из-за отсутствия постоянных доходов берут кредиты, в основном это потребительские кредиты, и попадая в долги, формируется такая долговая яма, нет доходов, и это все приводит к плачевным последствиям. С какого года реализуется проект «Общество без долгов»? Проект был реализован с 2023 года в пилотном режиме, он проходил в 8 регионах нашей страны, в целом получил отклик от населения, много разных историй, очень многим людям помогли. И проект в целом был поддержан главой государства, в послании своем он это отметил, и было принято решение масштабировать проект, и с этого года он реализуется повсеместно. То есть, у нас непосредственно по Восточно-Казахстанской области мы планируем охватить все районы и все города, и по планам у нас охват 6,5 тысяч человек. Насколько я знаю, вы сами учились в Астане, вы узнавали про этот курс, учились на эту тему, на финансовой грамотности. Да, действительно, конечно, прежде чем преподавать и дать этот курс нашим слушателям, мы проходили отбор, мы проходили обучение, собеседование, сдавали экзамены, проходили подготовку необходимую. И после этого нас направили, распределили по всему Казахстану, и теперь у нас в каждой области есть закрепленный ментор ответственный, есть финансовые эксперты, которые занимаются преподаванием данного курса. Как вы считаете, повлияла ли на долг людей инфляция и высокие проценты ставки по банковским кредитам? Конечно, инфляция, рост цен, это все в совокупности влияет на долговую нагрузку наших людей. Конечно, когда заработная плата не увеличивается или увеличивается не настолько, насколько растут цены на продукты, когда не успевает за ростом инфляции, покупательская способность снижается. И вот у нас у коллег, к примеру, в сельской местности по прошлому году были такие истории, когда люди берут кредиты на базовые какие-то вещи. То есть вынуждены люди брать кредиты на еду, на одежду, на лекарства, в том числе на лечение, на то, чтобы собрать детей в школу. Это вынужденные иногда процессы, которые сложились не в одночасье, а которые привели со временем к такой ситуации. Но здесь необходимо отметить, что есть и своего рода необдуманные покупки, решения со стороны населения, когда опять-таки приобретается техника, айфоны и так далее, и так далее. То есть люди, не имея соответствующего дохода, приобретают какие-то вещи, которые на самом деле не так сильно... Не хотят отставать от моды. Да, то есть это в целом, это навязанное, да, такое веяние. И, к сожалению, ну, при этом банки, вот смотрите, необходимо здесь отметить, что банк, он предоставляет инструмент. То есть кредит, нельзя сказать, что кредит это плохо, и, естественно, нельзя закрывать там или ограничивать как-то в этой части банки. Просто нужно смотреть и знать, какой кредит можно брать, где слишком высокие процентные ставки, соотносить свои возможности со своим доходом. То есть в первую очередь это зависит от грамотности финансовой в целом. А то, что у нас имеется на рынке, это уже веяние, цифровизация. Вот, к примеру, почему сейчас очень много берут кредитов? Потому что это стало доступным. Согласитесь, сейчас на каждом шагу, на каждом углу есть офисы, есть аппараты. Можно, сидя дома, два клика получить кредит. Но это не говорит о том, что этим нужно пользоваться. То есть это как инструмент дает возможность. Но в любом случае человек должен сам делать выводы, соотносить свои возможности. А скольким людям вы помогли? Можете рассказать пример? Ну, так как в нашей области проект реализуется только с этого года, вот, к примеру, у нас завершается только первый поток обучения. То есть у нас сейчас все такие истории, проекты, они в работе. Есть у нас уже кейсы определенные, мы занимаемся. И вот в этой части я бы хотел отметить поддержку партии, поддержку наших местных исполнительных органов. И, то есть, этой проблемой занимается не только финансовый эксперт, да, который преподает этот курс. У нас задействованы государственные органы соответствующие, у нас задействована партия. То есть мы работаем системно. У нас есть определенный алгоритм. В рамках этого алгоритма мы отрабатываем точечно каждый вопрос. Конечно, надо также отметить, что это не говорит о том, что можно закрыть чьи-то кредиты. То есть никто не сможет закрыть твой долг, только ты сам. Но бывают какие-то ситуации, в которых мы можем помочь. К примеру, да, приведу пример. Реструктуризация займа. Вот в случае, например, когда у человека слишком высокий ежемесячный платеж, да, заработная плата не позволяет гасить. Сложно, слишком большая долговая нагрузка. В данном случае мы можем обратиться в банк с просьбой пересмотреть график, уменьшить платеж, увеличить срок займа, таким образом снизить долговую нагрузку человека и как-то помочь ему выбираться постепенно. Верник Шумагулова, спасибо, что вы пришли на нашу передачу. Это была очень полезная информация. Скажите, пожалуйста, ваше пожелание нашим дорогим телезрителям. Ну, в пользу случаем я бы хотел призвать всех граждан, заинтересованных в данном курсе, а именно тех, кто имеет долги, просрочки по кредитам, имеет большие займы. Пожалуйста, ждем вас на курсе. У нас есть соответствующий график обучения. Приходите в Акиматы, в офисы партии. Спасибо. Кубер Ахмет, енді алда уақытта таңғы асқа ғатысты, кересе рубрикамызға кезек берек.